Всем доброго дня! У кого-то вечер, у кого-то утро. Хотела вам немножко рассказать о своих эквестрисах. Ну и так чуток новостей. Меня попросили рассказать, как я за ними ухаживаю. Ухаживаю я за ними, как за обычными фаленопсисами, в принципе. Ничего особенного здесь нет. Их у меня пять на ваших экранах. Безымянный фаленопсис. Ну да, эквестрис. У него имени нет. Я в него влюбилась, схватила. И вот он у меня растет. И теперь уже детки от него растут. Мы все знаем, что эквестрисы отлично деткуются. Это эквестрис церрулея. Кажется так. Правильно он называется. С голубой губкой, белой. Дальше у нас есть эквестрис грас. Вот он сейчас не цветет. Деточку доращиваем мы. Одну. Еще у нас есть безымянный эквестрис совожженный, который мой. Он тоже деточку растит. И эквестрис варейшен, который бабочка у нас. Вот он у нас на фитилечке. Значит, как и всех, весной я их удобряю. Люблю удобрять органикой. Очень мне нравится удобрение «Зеленый дом». Вот такая штука. Еще брала с пингвинем гуана. Тоже «Зеленый дом». Но, к сожалению, у меня кончилось. И упаковку я выкинула. Это я... Ну, вот это удобрение – это органоминеральное. А вот пингвиня гуана – оно там, конечно, чистое органикой идет. Вот. Вот еще органоминеральное удобрение. Мне нравится «Экофуз». Простите за подтеки. Это наше удобрение. Оно повышает иммунитет на водорослях. Очень хорошая вещь. Рекомендую. И сейчас я закупилась японскими вот этими удобрениями. У меня синенькая, розовенькая и зелененькая. Зелененькая я даю по весне. А потом переходим на розовенькая и голубой. Ну, честно говоря, голубой я пробовала. А вот розовая – впервые пробую. Вот. В общем, на минеральное удобрение я перехожу где-то к августу. В июле, в августе где-то перехожу. Смотрю по состоянию цветочков. Готовы они цвести, не готовы. И, в принципе, эквестрисы, они сильную просушку у меня особо, не терпят. И я их поливаю почаще, чем других. У них корешочки потоньше и листики потоньше. Ну, и не скажу, что они особо капризные. Они там не морщатся, не пытаются завянуть. Но вот этот вот гибридик, если его чуть-чуть не дольешь, он начинает бросать цветочки. Вот здесь я забыла полить один разочек. И вот мы минус цветочки пошли. Хотя еще там, смотрю, вроде как чуть-чуть влажненько, начинает бросаться цветочками. Польешь – прекращает. Вот такая вот капризонька у меня. Вот. Когда на улице жарко, то после цветения эквестрис практически всегда дает деток на цветоносах. А вот в зимнее время реже детки появляются, если только он не над батареей стоит. Вот. Так что, в принципе, никаких особенностей, таких вот прям тонкостей ухода за эквестрисами я не обнаружила. Ну, мне они очень нравятся за то, что они цветут гроздью такой, как сирень. И деток дают. Я прям обожаю, когда деток дают. Вот на ваших экранах у меня сейчас тут королева стоит. Это новая орхида. Это мне муж на день воспитателя подарили с сыном. Еще хотела похвастаться своим аддонтоглоссумом. Это у нас первое домашнее цветение. Сейчас достану. Первое домашнее цветение. Посмотрите. Два цветоноса. Вот. Посмотрите. Какая ляшка. Ляшечка, ляшечка, няшечка, хотела сказать. Я прямо радуюсь. Честно, у меня ансидиумная группа впервые. Вот так вот прям, чтобы пышно-пышно зацвел. Прям с двух цветоносов. Красавчик. Он вот весь вот кружевной цветочек. И даже колоночка у него в пятнышку. Краешки такие прям кружевные. Кружевные. Очень мне нравится. Аддонтоглоссум. Вот. Красавец у меня. Хотела показать вам. Ну, этот четвертый раз уже цветет. Понятно. Смотрите, что у меня расцвело. Дендробиум. Дендробиум. Ханнимун. Ханнимун свит. Да. Ханнимун свит. Сладкая луна. Он пахнет, если сунуть нос туда. Но цветочки они небольшие. Но такие банановые. Прям. Посмотрите. Там носик зелененький. Я прям балдею. Очень мне нравится. Очень. Фабрика скоро зацветет. Она впервые у меня цветет. Должна быть красной. Расцветает. Расцвел, вернее, уже весь Манхэттен. И сияющая бургундия. Я обожаю ее цветы. Она вот прям сияет изнутри. И хотела вам показать чудо жизненное. Не знаю как. Чудо жизни. Вы видите это? Я думала, оно умрет. А оно живет. Представляете? Это вот моя пожженная орхидейка. Которая сгорела. Это я в предыдущем видео рассказывала. Да. И вот этот вот Амобилис. Посмотрите. Сейчас видно будет. Встану так, чтобы было видно. Детка. У Амобилиса. Я думала, честно, тоже стволик. Видите, весь стебель обожжен. Видите, какой ужас. Амобилис. Вся красота в листве. И такое горе у меня. Ну вот. Деточку дал. Что? Ну вот эта помиражка, так это уже все. Это уже конец. Конечно. Вот. А вот это Эквестрис тоже, кстати. Это Эквестрис Грасс. Который тоже обожженный, да еще и падал два раза. Он с деткой, со своей же деткой. Я цветонос согнула и деточку пригнула. И вот она на цветоносе, но корешки вот пускает. В общем, детка с деткой. А там вот их мамка, это получается уже бабушка, дочка и внучка. Ну как-то так. Вот как получается. Вот. В общем, что еще рассказать про Эквестрисы я не знаю. Ничего необычного в уходе за ними нет. Обычный фаленопсис, как фаленопсис. Ну просто у них, если шеечка, господи, стебель потоньше. Поэтому может сгнить быстрее. Корешки потоньше. Хотя есть большие фаленопсисы, у которых тоже довольно мелкие. Ну тоненькие корешочки. Ну, почаще поим, смотрим по высыханию грунта. И все. Ничего особенного нет. Удобряшки свои я вам показала, как я использую. Вот. Вроде все рассказала. Что если что-то непонятно, спрашивайте. Я всегда рада ответить вам. Как только смогу. Всего доброго. Всем хорошего настроения. И чтоб цветочки ваши были здоровы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok